Всех приветствую! Я уже рассказывал, что мне достались внутренности от старого советского телевизора. Вот они, я их показывал, когда они еще были собраны на рамке. Я их почистил. И вот эти платы. У каждого из вас находится много разной старой электроники, которая может быть еще и рабочая, но уже устарела. И куда ее девать? Я сейчас это все покажу на примере этого телевизора. Мы не будем сразу дергать все платы, хотя я попытаюсь поковыряться с разными платами. Сегодня в центре нашего внимания будет вот такая плата. Это плата USR. Устройство синхронизации Rastra. Попробуем ее запустить. Всего будем использовать три ножки. Хотя здесь, как видите, ножек намного больше. Но для того, чтобы сделать из нее полноценный генератор, главная деталь этой платы это микросхема K174H11. Если посмотрим на блок схемы этой микросхемы, как видите, внутри очень-очень много различных модулей. Но мы будем ее использовать просто в режиме генератора. Давайте посмотрим сначала, как эта плата заработает вообще без переделок. Подадим сюда питание. Для этого будем использовать всего лишь две клеммы для питания. Это две крайних на вот этом вот разъеме. Минус слева плюс справа. И выход сигнала это второй справа вывод. Вот этот. Когда эта плата стояла в телевизоре, она питалась от напряжения 12 вольт. Ну, я попробую запитать от 5 вольт. Как понятно, что от 12 она будет работать однозначно. Почему от 5? Чтобы попытаться совместить ее выход и использовать ее, допустим, где-то для какой-то настройки, проверки, логики, или, может быть, для работы там в сумме с микроконтроллерами, где, как вы понимаете, уровни более низкие. На плате здесь находятся два подстроечных резистора. Первый из них отвечает за частоту. Вторая фаза. Но фаза в нашем случае будет регулировать ширину нашего импульса. Попробуем сейчас испытать эту плату без никаких переделок. Посмотрим, в каких диапазонах она регулирует частоту, а также в каких диапазонах регулирует ширину нашего импульса. Потом, в одном из следующих видео, я расскажу, как эту плату просто переделать, чтобы можно было сделать на ее основе генератора. Здесь можно напрямую вместо вот этих двух резисторов запаять два переменных резистора, установить эту плату на какую-то переднюю панель прибора, и будет полноценный генератор. Если глянуть на схемы, которые гуляют в интернете, то диапазон изменения частоты довольно большой, и также получится еще регулировать скважность. На этом подготовительная часть закончилась, а теперь давайте приступим. Сейчас я подключу питающее напряжение, как я уже сказал, 5 вольт, и также подключу один еще полос слографа, и потом включим питание. Общий провод и выход нашего генератора. И сюда нужно подать вот на вот эту клемму питание от 5 до 12 вольт. И сразу же на экране слографа мы увидели сигнал. Включаем автомат. Частота 15,37 кГц. Амплитуда. Давайте посчитаем, хотя можно здесь даже посмотреть. 3,96 пин-пин. Ну, около 4 вольт. Все нормально. Подходит под ТТЛ-логику. Можем куда-то дальше использовать. Это, как я уже сказал, плата без никаких переделок. Давайте попробую покрутить наши регуляторы. Сначала крутим частоту. Одно крайнее положение. Частота 13,54. 13,5 кГц. Другое крайнее положение 16,6 кГц. Получается от 13,5 кГц. Где-то до 16,5 кГц. Регулировка частоты. Ну, как видите, скважность прыгает туда-сюда. С чем это связано? Может с тем, что там сейчас впаяна еще куча лишних деталей, которые оказывают на это влияние. Потому что эта плата в ней должен был быть автоподстройка под частоту видеосигнала. И она сейчас не отключена. Вот я кручу второй резистор. Это резистор скважности. Давайте посмотрим, какая там скважность. Сейчас я включу проверку. Скважность у нас 47,91%. Чуть-чуть не дотягивает до 50%. Это одно крайнее положение. Сейчас я уменьшаю. Да, видите, все время срабатывает автоподстройка, которую нужно будет отключить, чтобы она не мешала. Я понял, почему это автоподстройка. Я сейчас касался рукой некоторых выводов. Видите, я касаюсь и начинает идти автоподстройка. Если я убираю, автоподстройки этой нет. И давайте опять померяем. одно крайнее положение 47,8%. В другом положении 20,8%. Ну, почти 21. Все это два крайних положения нашего резистора. Практически от 20% до 50% можем регулировать нашу скважность. Но когда я его переделаю, выпаю ненужные детали, чтобы они не влияли на микросхему и посмотрим, как будет регулироваться потом, после этого плата. Надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезно. Поэтому не спешите всегда все выкидывать, что у вас устарело. Может быть, еще куда-то это можно применить. не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А на этом всем пока. пока.